Рыщешь в интернете в поисках хорошей рыбалки, но натыкаешься на второсортные заброшенные разработчиками пустые проекты, которые не стоят потраченного времени? Тогда ты попал правильно, в этом видео я разложу по полочкам очень классный проект под названием World of Fishers. Никогда не слышал? Я так и думал. А ведь это один из лучших симуляторов на Android, iOS или ПК, а может и самый лучший. Погнали! Плюсы данной игры. Первое. Снасти никогда не ломаются. Имеется три комплекта снаряжения, что очень офигенно. В каком плане? В том, что вы собрали спиннинг, донку и поплавочку. И выбираете, между какими снастями вы можете забросить удочку. Это очень круто. Второе. РПГ-система. Перки. Ваш персонаж прокачивается, а очки перков вкладываются в навыки. Это тоже очень крутая система, которая реализована далеко не во всех рыболовных проектах. И я считаю, что это очень классная вещь, потому что MMORPG это всегда те игры, которые захватывали людей вот этим ажиотажем быстрой прокачки персонажа. Или очень долгой прокачки, чтобы можно было увидеть, насколько ты крут. Классное оформление. Графика. Кто-то может быть скажет, что это все фигня. Но я не соглашусь с этими людьми, потому что многие бы не стали играть в игру с очень плохим оформлением и некачественной расплучатой графикой. Поэтому графика тоже важна. И также немаловажная деталь это игровая реалистичность. Это то, насколько игра помогает вам огнуться в нее, прочувствовать всю атмосферу. Когда вы сидите на рыбалке, у вас звуки рядышком, поют птички, летают стрекозы, потом квакают лягушки. Вот эта вся атмосфера. В этой рыбалке очень реалистично все отображено. Высокий интеллект и поведение рыбы. При дожде, к примеру, не клюет карась, но клюет, к примеру, на лим. Ночью клюет только сом на какой-то локации и судак, допустим. А с утра начинает клювать красноперка. Это очень круто и особенно глубина. Глубина, ребята. К примеру, там 30 сантиметров уже ловится уклейка. Если 30. Если 50, уже уклейка не будет ловиться. Вот это очень круто проработано и действительно все качественно. И самый огромный плюс этой игры, это автоматическая синхронизация всех ваших аккаунтов на любом устройстве. Вы, может быть, кто-то скажет, это фигня все, но я вам скажу одно, нет. У вас есть телефон, есть iOS, есть у вас Macbook, есть Note, есть комп. Вы можете синхронизировать один аккаунт на все устройства и рубить на нем. Когда вы в дороге, вы рубите в телефоне. Когда вы дома, вы рубите за компьютером. Когда, к примеру, вы на природе, вы там в ноуте копаетесь, да, хотите там поиграть в рыбалку. Хотя на природе мало кто будет играть, но мало ли вдруг такие люди бывают. Но это очень круто. И минусы данной игры, сколько я не пытался найти, я их так и не нашел. Единственное, к чему можно прикопаться, это к донату. Но тут тоже не все так просто. Золото это игровая валюта. Донат, то есть. Или донатская валюта тоже. Фармится различными способами, которых очень много. Поставить рекорд по рыбе. Пойти в экспедицию. Реферальная система. Медали. Некоторые квесты. Можно выловить в сокровищах. Рыбак часа. Игрок, который заработал больше всего баллов в статистике за реальный час, объявляется победителем. И награждается золотом и высвечивается строчкой в чате. Качественные награды за призовое место в некоторых турнирах. Золотой жук, который может лететь по экрану, вы должны словить его пальцем или мышкой. Каждый игрок, выполнивший, выловивший точнее 100 тысяч рыб из всех других игроков, по серверу получает золото. Конкурсы в группе ВКонтакте. Уже разыграно несколько десятков тысяч единиц золота. А теперь скажите мне хоть одну игру, где есть столько способов заработка игровой валюты. Игру в рыболовном сегменте. В симуляторе рыболовном. Нигде никогда такую не видел. Поэтому, ребята, данный проект могу с уверенностью сказать, что один из лучших, если не самый лучший. Поэтому заходите, тестируйте, играйте и наслаждайтесь. Ссылочки все в описании. С вами был канал Акамарачи. Всем не хвастаньте шуи. Пока-пока.